Друзья, всем привет! Компания FTM Brokers. Меня зовут Евгений Каташов. Ежедневные прогнозы рынка Форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения и с точки зрения объемов. Объемы смотрим по традиции в динамике, смотрим очень внимательно на точечные вливания. Нас интересуют в нужных местах все эти моменты и благодаря этим моментам будем пытаться зарабатывать. Итак, вижу чат. Всем привет! Если не выбьет, буду смотреть до конца. Спасибо, Дмитрий. Плюсики пошли. Ребят, экранчик, надеюсь, видите. Если видите, еще плюсики свои поставьте и будем начинать. Замечательно. Поехали. Итак, по еврику. Что мы видим, что мы смотрим, что мы знаем и о чем мы думаем. Значит, у нас среднесрочная шартовая тенденция есть. В рамках этой среднесрочной шартовой тенденции мы наблюдаем скопление объемов находится у нас вот по этим котировкам 1, 13, 81, 14, 17. Все это удовольствие внутри диапазона выгодных цен. И в принципе нам абсолютно ничего не мешает поработать на откате, на обновление локальных минимумов и на тест недельной контрольной зоны 1, 12, 87. Понятно, что именно сегодня, скорее всего, начнут только появляться эти точечные вливания. Какие-то моменты это было бы очень хорошо, но мы понимаем, что с большей долей вероятности все это удовольствие будет появляться именно на американской сессии. Потому что Европа, она по традиции будет торговать, а Америка выйдет после таких достаточно долгих, можно сказать, выходных. Четверг и пятница были, в принципе, у нас практически не торговые дни. Поэтому, ну придем мы сюда. Начнут вливаться эти объемы. Ребят, не нужно пока на них никак реагировать. Я считаю, что реагировать на них мы начнем с вами только с завтрашнего дня. Окажемся ниже, на ретесте пойдем поработать. Будут вливания, окажемся выше, на ретесте, скорее всего, будет произведена смена тенденции. Возможно, и смена тенденции будет произведена сегодня. Поэтому, чего мы ждем? Либо без паттерна, без каких-либо моментов, без точечных вливаний, лимитная позиция, стоп за максимум от 22 ноября и погнали в надежде на то, что тенденция и информация отработают себя. Ну, либо хотя бы паттерн. На сегодняшний момент ни динамику, ни точечные вливания не рекомендую смотреть. Да, обзор у нас по объемам, но это все будет очень на тоненького и практически неправильно. Надеюсь, вы понимаете то, о чем я говорю, да, потому что, ну, всегда после выходных что-то новое приходит. И вот в какую сторону это новое, мы сразу сказать не сможем. Мы это сможем увидеть только по прошествии 1-2 дней. Переходим далее. Далее у нас пара фунт-доллар и по этому инструменту фунт-сайл, помните, у нас неотработка, ну, вернее, как неотработка, замечательный стоп, поэтому смотрим, что мы делаем сейчас. Я бы не рекомендовал делать ничего. Вот тенденция, которая, ну, импульс-коррекция, импульс-коррекция и так может быть, и как угодно она может быть, но максимальное скопление объемов у всего вот этого движения. На протяжении 2-3 недель ноября, с 7 ноября мы видим скопление объемов. Вот они, где у нас находятся. Мы торгуемся внутри этого самого скопления на протяжении прошлой недели. По фунту вышли довольно позитивные данные, позитивные решения по поводу выхода из Брексита. Да, остаются какие-то сложности. Брексит еще несколько лет будет нам выносить мозг, но, тем не менее, пока на позитивных данных у меня есть ощущение, что мы все-таки сломаем ту тенденцию, которая у нас идет сейчас. И тогда я с удовольствием, поработая на покупку, на отбой от этих объемов. На продажу я буду работать только после того, как мы уйдем ниже локальных минимумов 15 ноября. Тогда нам путь открыт. До этого момента, пропуская любые действия, любые движения, не смотрю на фунт. Пара австралийский доллар против американского доллара в чем-то очень похожа на фунта. Похожа она тем, что мы находимся вроде бы в среднесрочной шартовой тенденции, вроде бы идеально протестировали зону 1-2, но если взять все движение, не отдельно локальный импульс, а все движение, которое у нас было с 19 ноября, то мы обратим внимание на то, что мы находимся внутри диапазона с максимальным скоплением объемов. Здесь происходит закрепь за четвертина и отбой от 1-2. Отсюда, если построить четвертину, мы вроде бы ушли и закрылись ниже четвертины. Если отсюда строить четвертину, мы сейчас находимся на ней. Ребят, идет борьба, борьба участников разных абсолютно. Здесь 1 к 1, здесь 1 к 2, здесь сейчас 1 к 4. То есть она идет и кто победит, по сути, лично я вот сказать вообще не могу. Если кто-то у нас обладает способностями ванги там или еще кого-то, может конечно предсказать, вероятность будет просто феерическая 50 на 50, но я не собираюсь гадать. Для тех, кто воспользовались вот этой рекомендацией и зашли в сделки все-таки на продажу, у нас был спорный момент по поводу того, входить на продажу либо по паттерну от зоны второй, то есть либо по австралу, либо по фунту. Я выбрал фунт, ошибся. А те, кто вошли, все рекомендации сейчас переводить без убыток, закрывать частично. Все. Новых сделок вообще никаких не нужно делать до момента, пока мы не уйдем выше максимума в 21 и не закрепимся выше зоны одной второй, либо не уйдем ниже. То есть австрал и фунт у нас в подвисшем состоянии, смотрим и ничего не делаем. Новозеландец. Здесь есть интересная ситуация по Новозелу. Скорее всего, поработаю сегодня, понедельник, работаем небольшими объемами. Сделку опять же буду какую-то выкидывать обязательно, может быть даже не одну, а несколько. Все эти сделки, которые мы проводим, входы именно без учета времени, то есть без подтверждения, без паттернов. Четко в момент обзора мы все эти сделки осуществляем латами там по 0,01. Это чисто для статистики. Пока по данным обзорам у нас один вход, он убыточный. Сейчас будем искать что-то новое, и мне нравится австралиец. Если посмотреть на то движение, которое мы видим, оно может выглядеть либо таким образом, которое я нарисовал красным цветом, либо попался желтый, вот таким образом. В любом случае, вот эти максимумы достаточно важные, достаточно сильные. С технической точки зрения, только пробитие этих максимумов скажет нам о том, что полноценно вся коррекция, которая к предыдущему движению глобальному, что вся она сломалась, и мы можем идти вверх на обновление локальных максимумов ноября и строить недельные контрольные зоны. Поэтому, пока этого не произошло, мы работаем в рамках вот этой тенденции со стопом за вот этот максимум. То есть это далекий стоп, в рамках которого, если и работать, то нам нужно поставить первый тейк на обновление локальных минимумов, второй тейк на недельные контрольные зоны. Тейки близко, да, можно использовать второй тейк достаточно далекий, недельную контрольную зону золотого цвета. и тогда будет перебить и вот таких минимумов мы там глобально увидим какой-то паттерн по которому также в будущем возможно будем работать но это все в будущем а сейчас да есть максимум да есть минимум и чтобы поработать здесь соотношение 1 2 она укладывается у нас в идеальный диапазон между зоной 1 2 1 4 на этом последнем падении импульсном вот у нас есть скопление объемчиков бросить лимитку куда-то вовнутрь этого скопления 67 89 68 19 неплохо и один из вариантов да это вот осуществить такую сделку чуть ли не сходу не с текущих поставить лимитку более надежным конечно же смотрится наличие паттерна в этом диапазоне обратите внимание на то как правильно кстати у нас что построил зоны мы не взяли те локальные минимумы которые нам предоставляют брокеры форекс она и понятно брокеры работают биржа в это время не работала фьючерсы у нас здесь не торговались а зона у нас строится именно по данных фьючерсов поэтому если найдется паттерн в нужном месте на 1 4 67 99 да даже на 1 2 6 от 8 33 по патруму поработать это более прибыльно с точки соотношения риск-менеджмент пока депок ниже вот если еще и депок перескочит чуть ли не по рынку буду входить сейчас меня останавливает от того чтобы бросить просто лимитку это именно депок переходим дальше по евро есть объемчик на 14 70 14 75 там же стопики продавцов по шарку аккурат в районе максимума 20 11 вот сюда да запросто можем ломать можно все что угодно гадать не будем пока идет то движение которое видим работаем по тому движению которое видим потому что вероятность того что будет и это движение это которое вот о чем вы пишете запросто да но первое она уже идет а второе может будет а может и не будет вот как я выбирая из того с чем же работать так далее переходим доллар против иены здесь у нас есть замечательная отработка зоны 1 2 копейка в копейку мы ее ткнули по данным биржевым биржевых котировок да да именно если смотреть фьючерс и это единственный инструмент который начал уже показывать какие-то точные выливания ребят если мы говорили о том что с технической точки зрения нам конечно хочется дождаться и импульс в рамках этой коррекции либо перебитие тех минимумов которые у нас были в пятницу и тогда увидев как выглядит это движение стопик спрятать за какой-то локальный максимум поработать на продажу либо второй вариант и импульс и в рамках этой коррекции постараться найти еще какой-нибудь паттерн вот здесь который будет чуть послабее чем перебитие этого минимума хотя и более прибыльный так вот в рамках вот этого паттерна и в рамках того что мы все-таки от 1 2 можем пойти и дальше вниз как раз таки вот эти точные выливания мне очень и очень радует обращая на них внимание смотрю я на них давайте подождем здесь паттерн по паттерну аккуратненько постараемся продать хотя очень не хочется чтобы эта пара у нас все-таки сменила тенденцию относительно в общем пошли мы на укрепление бакса и тогда у нас идея по евро там по фунту по австралу по новозелу это будет вроде бы как скорее ли он скоррелировано хотя не забываем что самая анти корреляционная пара относительно первых четырех у нас именно и на она постоянно идет в ту же сторону то есть показывает в противоположную сторону ослаблению или усилению бакса по основным парам очень сложно паяние без паттерна никуда либо паттерн и очень аккуратные продажи либо обновление минимума пятницы и тогда продажи чуть более агрессивные либо смена тенденции и тогда начинаем работать на покупку но не гадаем что будет а конкретно чего-то ждем и в рамках этих моментов пытаемся работать в ту или иную сторону переходим далее доллары против канады и давайте по этому инструменту мы не будем лезть абсолютно никуда по той самой причине что мы и в объемах вроде бы как и у нас вроде бы импульс коррекция импульс но очень спорное вот это закрытие про это мы говорили точных ливане какие-то у нас за пятницу даже прошли хотя было много пустых движений по данному инструменту ждем по данной паре однозначного подтверждения либо вот этого импульса то есть закрытие ниже чем 1.3206 здесь прямо сейчас мы пляшем на этой котировке если сегодня закроемся то завтра поработаем либо ухода выше 1.2 больше абсолютно не хочу ничего говорить по данной паре потому что у нас есть интересные моменты по которым работать надо это швейцарец отбой от недельной контрольной зоны плюс закреп за четвертинкой плюс вот эти формирования точных объемов плюс то что уровень депок у нас здесь проходит дают нам право поработать по внутри дневной тенденции против тенденции среднесрока лимитная позиция в диапазоне 99.34-99.53 очень адекватно смотрится со стопом либо за локальный минимум всего вот этого движения либо чуть более агрессивный стоп поставить за минимум четверга и постараться в рамках вот такой внутри дневной идеи забрать первые тейки на зоне 1.2 1.0.0.10 ну и вторые тейки там выше хотя здесь тоже есть вот такое скопление объемов 1.0.0.33 1.0.0.84 которые может нас не пустить наверх при подходе к зоне 1.2 более того если сформируется у нас паттерн еще и с точным касанием какое-нибудь вот этого скопления объемов а мы знаем как швейцарец любит зону 1.2 то вот это будет точно тоже прикольный момент но на сегодня из тех инструментов которые мы посмотрели несмотря на то что самым нелюбимым мажором лично для меня является швейцарец потому что он очень тонким лимитная позиция я ее выставлю более точно они в диапазон 0.99 давайте прям точно посмотрим по котировкам компании ftm brokers 0.99 415 вот сюда 416 можно поставить лимитную позицию стоп у меня будет 35 пунктов тейк номер один у меня будет 70 пунктов идеально один к двум а дальше уже как даст нам бог трейдинга если он существует вот это позиция официальная на сегодня опять же опасно опять же это контр тренд опять же это внутридневная тенденция это тонкий инструмент это сделка без паттерна без всего просто лимитка поэтому минимальными объемами я повторюсь работаю для обзоров 0.01 без каких-либо завышений это чисто статистическая отработка тех или иных мыслей следующий инструмент золото и по золоту есть интересный паттерн понедельник мы знаем как мы относимся к понедельнику но вот этот паттерн ничем не отличается вот от этого паттерна очень похоже здесь чуть более так в одном месте расположены эти локальные минимумы здесь чуть подальше хотя в пунктах можно сказать практически одинаково в общем двойное дно ложный пробой как угодно все это дело называете здесь есть паттерн и по этому паттерну можно покупать давайте поищем отличие этих паттерн смотрим на вот этом падении очень высоко у нас находится уровень депок 1227 99 давайте посмотрим что было у нас на этом паттерне а вот где был после формирования паттерна уровень депок то есть если мы по этому паттерну говорили о том что ну все в шоколаде мы отбиваемся от объема до в объемах рисуем и отбиваемся от четверкины мы не перебили вот эти минимумы мы здесь депок у нас обвалился плюсы за плюсами не знаем что делать нельзя пропускать такую ситуацию то здесь у нас есть один минус и этот минус котировка 1227 99 либо ну можно сказать вот вся вот эта проторговка четвергопятница от которой мы прямо сейчас ювелирника так отбиваемся это недостаток и это очень важный существенный недостаток который говорит о том что ну вот опасно поэтому если у вас там рабочий объем какой-то один процент от депозита до учитывая то что мы так ювелирно здесь от четвертиночки отбили здесь так отбились четвертиночка не дает хорошего запаса хода и говорит о том что работать нужно с маленьким стопом да мы можем от одной второй для соотношения поработать чуть большим стопом поэтому даже не в два а в четыре раза сократить свои объемчики и можно войти в сделочку на покупку 1223 10 1223 50 точечная такая сделочка в надежде уйти на обновление максимумов но первый тейк мы с вами поставим ну или по крайней мере будем вести себя предельно осторожно в тот момент когда инструмент достигнет 1227 99 и мы поставим либо часть девочки перейдем без убыток либо всю сделку перейдем без убыток либо часть закроем то есть тут уже смотрите сами на усмотрение буду ли работать я скорее всего нет я подожду все-таки америку да и вот мне нравится как более безопасная сделка сделка по швейцарцу понимаете ну больший запас хода разлета инструмент медленный а золото извините но на какой-нибудь кто-то где-то чихнет из каких-нибудь политиков или еще что-то просто пульку шпильку нарисует у нас нарисуется красивый классный паттерн по которому все потом заработают а я буду сидеть репу чесать поэтому выбирая между золотом и швейцарцем я бы конечно выбрал швейцарца а еще у нас была какая-то сделка какая я забыл а еврик да еврик но все-таки вот швейцарец мне как-то нравится больше хотя идея по еврику сел по швейцарцу бай да все хорошо все замечательно я говорю о том что почему бы 200 девочки не поставить но по швейцарцу прям есть момент новозел еще об новозел еще был новозел да вот понедельники блин иногда не так красиво рисуют вспомните прошлый понедельник позапрошлый я их боюсь но они прикольно иногда дают и что прошлое что позапрошлое дали прикольно нефть нефть последний инструмент это нефть смотрим тенденция замечательная шартовая говорить о том что давайте купим против этой тенденции это самоубийство потому что таких покупателей у нас уже вот тут вот тут вот тут вот тут сколько их было миллионы были покупателей мы на это дело не ведемся мы ждем только подтверждение тенденции хотя бы как это было вот здесь это у нас с подтверждением тенденции не дошел инструмент до нужных целевых ориентиров поэтому мы будем только ждать пока этого нет мы говорим только о продаже пока мы говорим только о продажах мы должны отследить как что где у нас здесь находится четвертинка 5103 половинка 5193 в рамках этого диапазона неплохо поискать точку входа на продажу но желательно сузить этот диапазон без обновления вот этих максимум поэтому то где мы сейчас находимся давайте-ка дадим паттерн будет паттерн будем входить сделку опасности это вот это скопление объемов вот тут все удовольствие у нас было в пятницу что это было закрытие данной позиции я не знаю поэтому я осторожно буду работать по нефти но я вообще не буду работать по нефти у меня если на сегодня золото но если бы работал даже при наличии паттерна и при точных вливаний точные вливания практически всегда у нас происходит по нефти на америке обратите внимание нефть марки wti если посмотреть все вот эти вливания они все идут на американской торговой сессии переход между европой америкой основные такие данные у нас какие-то интересные прям происходят вливания падения поэтому если работать тут только вот в этот самый момент принимать решение потому что там уже появится какой-то экстримум за который можно спрятать стопик если сейчас паттерн нарисуется то вот на америке ну вот что здесь было так но могло быть так потом тогда как вот здесь вы видите так потом так хотя и был паттерн на европе красивый красочный но пришли американцы и как в анекдоте пришел муж и по-своему да поэтому очень аккуратненько здесь желательно на американской сессии желательно по паттерн желательно по точным объемом все это удовольствие пока только по шартовому цели 52 21 49 28 еще ниже можно цель 41 50 увидеть вот такая ситуация много инструментов которые вроде бы что-то показывают и я выставляю однозначно лимитку по швейцарсу все остальное буду смотреть режиме реального времени если что-то получится по с удовольствием поработаю так смотрим по вопросикам если что-то нет по евро в новозел новозел все да ну да новозела конечно же мы будем смотреть прикольно тоже смотрится я люблю внутридневные тенденции да они дают где-то с вероятностью 60 процентов но если они дадут к недельке мы вот маленькими сделками вот такие мы всегда работаем там в два в четыре раза ниже чем мы отбиваем просто месячные прибыли если они доходят именно до дальней цели вот эти внутридневные тенденции до внутридневные тенденции поэтому хочу швейцарцы сегодня всем удачи всем поменьше стопов побольше профита встречаемся с вами через несколько в 14 по москве а нет у нас сегодня понедельник завтра встречаемся с вами но в течение дня открыт свободен вопросы комментарии пожелания оставляйте в подписи к данному видео после загрузки его на youtube каналы и принципе все всем удачи всем пока пока